Возможно ли военные операции с американскими беспилотниками без участия Германии? Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Брэндон Брэйант участвовал в убийстве многих людей. Он говорит, что в общем это было 1626 человек. Террористы, подозреваемые в терроризме, а также предположительные и мирные граждане. Брэндон Брэйант был оператором беспилотного самолета BBC США. Да, управлял военными беспилотниками по заданию американского правительства. В какой-то момент он не выдержал, как сам признается. Я решил покинуть BBC, так и стал сомневаться в честности моего начальства. Они нарушили международное право и права человека. Мы самая настоящая машина убийств. Брэндон Брэйант объяснил, как сигнал передается беспилотникам, летающим над Афганистаном, Пакистаном, Йеменом или где бы то ни было. Через какой-либо коммерческий спутник, например, CNN, сигнал принимается спутниковой тарелкой, установленной на базе военно-воздушных сил в городе Рамштайн, Германия. Оттуда сигнал идет по оптическому кабелю через океан к военно-воздушной базе Кэнон в США, где и находится Брэйант. Он сообщает, За более чем 6 тысяч часов полета и в ходе выполнения тысяч миссий не было ни одного раза, чтобы я не позвонил в Рамштайн, для того, чтобы связаться с моим беспилотником. В военно-воздушную базу Рамштейна стекается действительно вся информация, как в какую-то воронку. Но Рамштайн не просто какая-то транзитная станция данных, предназначенных для беспилотников над Пакистаном или Йеменом. Здесь данные также прорабатываются и оцениваются. В Рамштейне с февраля 2003 года действует центральный пункт обработки данных Distributed Common Ground System 4, DGS-4, где американские военные и секретные службы ведут расчеты для военных операций с беспилотниками по всему миру. В объединении DGS-4 проводится анализ съемок из беспилотников и сравнение их с данными служб разведки, чтобы убедиться, как говорит Брэйант, что те, кого мы убиваем, действительно плохие. Координатор американской секретной службы Джеймс Клаппер в 2010 году назвал DGS центральной нервной системой американских операций с беспилотниками. Брэндон Брэйант формулирует это так. Без этой базы в Германии ничего бы не функционировало. Это эпицентр всех потоков информации для трансатлантических операций США. В каких конкретно операциях завязана DGS в Рамштейне, об этом американские военные отказываются говорить. По причине секретности. И федеральное правительство, очевидно, тоже не хочет об этом знать. Оно занимает такую позицию. Американское правительство заверило, что на американских военных базах в Германии не производится управление и не отдаются приказы для вооруженных самолетов дистанционного управления. Однако это факт, что в социальной сети LinkedIn, которую используют для поиска работы и деловых контактов, десятки людей города рассказывают о своей работе в DGS-4 на военно-воздушной базе в Рамштейне. Депутат Бундестага Ганц Кристиан Штрёбли из «Партии Зелёных» делает следующее меткое заключение. Я просто не могу поверить, что федеральное правительство и подчинённые им специальные органы, как службы разведки, так и полиция, не знают, что из Германии тайно ведётся война. Есть лишь одна реакция, к которой мы их должны вынудить. Это не должно больше осуществляться из Германии. Уважаемые дамы и господа, помогите и вы в том, чтобы из Германии не были впредь допущены такие операции с беспилотниками, которые являются спорными в отношении народного права. Спасибо за ваше внимание.